Звучал в сообщении Светланы Владимировны, она нам рассказала вещи, которые она гораздо лучше знает, чем мы. Мы не так давно к этой проблеме повернулись лицом, как проблема остеопороза у наших больных на фоне лечения. Вы это сами знаете не хуже меня. И вот такие слова заветные, как ингибиторы ароматазы. Потому что на самом деле гормоночувствительный рак молочной железы – это большинство пациентов, более 50-60%. Очень много – это больные, которым обязательно проводится гормонотерапия, и, так сказать, у диссиминированных, и в адюванте. Это очень важно. Люминальный А, люминальный Б. Люминальный А практически считается формой, которая может лечиться только гормональными препаратами. И последние данные говорят о том, что, в частности, гормональную терапию, адювантную, больным надо проводить не 5 лет, как было в стандарте, а уже речь идет о том, что это нужно делать 10 лет, и тогда мы получим лучшую выживаемость, лучшие отдаленные результаты. Но с нашей стороны, так сказать, наша задача в чем заключается? Наша задача заключается в том, чтобы не ухудшать нашим лечением качество жизни больных, чтобы по возможности они получали лечение без побочных эффектов, и качество жизни пациенток не страдало. Это наша главная проблема. И, в частности, вот такой фрагмент – это из ингибитора ароматазы у больных в менопаузе. Адювантное лечение – это большая когорта пациенток, которые… Так, извините. Ну вот, используются остеомодифицирующие агенты. Как раз об одном из них, который непрямое воздействие оказывает на процесс костной резорции – это деносумаб. Так, вот, это так сказать. И бисосфонаты, которые непосредственно, так сказать, с остеокластами связаны, поглощаются ими и накапливаются. Аденосумаб, он непрямое воздействие через, так сказать, связывание. Он как бы является аналогом остеопротагерина, OPG, который связывает ран-клигант, основной, так сказать, медиатор в этом процессе. И этот процесс остеокластогенеза, он нарушается. И известно, что, в частности, вот бисосфонаты, очень много было исследований, они обладают сами по себе противоопухолевым действием. Это было и в множестве экспериментов на предклинике показано. И есть у них, так сказать, действие прямое противоопухолие, к которому относятся, в частности, например, воздействие на ангиогенез или на иммунную систему. И, так сказать, непрямые – это инвазия, это адгезия, это воздействие на апоптос и так далее. Непрямые противоопухолевые воздействия, но на сегодняшний день, так сказать, это уже не вызывает сомнений. И исследования проводились, которые показывают, что бисосфонаты, которые, в общем-то, до последнего времени были единственные, и около 40 лет уже применяются в онкологии, в частности, для лечения метастазов кости, конечно, первое, то, что было, когда они начали использоваться. Но вот проводились исследования, в частности, на иодюванте. Показано, что действительно добавление бисосфонатов, оно может улучшать результаты лечения. Вот здесь Азуре, исследование всем известное, оно имело и неодювантную, так сказать, группу, и адювантное лечение. Вот на иодюванте было показано, что использование золидроновой кислоты на фоне химиотерапии, в частности, в неодюванте, снижает риск резидуальной опухоли на 33%. Видите, столбики тоже сами за себя говорят. И, кроме того, повышает шанс достижения полного патоморфологического эффекта, который является, в общем-то, прогностическим фактором развития этого полного эффекта в неодюванте в плане выживаемости пациенток. И, ну, это дизайн, так сказать, этого исследования. Стандартная терапия с бисосфоназолидроновой кислотой. Или нет, две группы, так сказать, были. И вот здесь вы видите кривые по, так сказать, безрецидивной выживаемости, а именно влияние менопаузы. Влияние менопаузы, потому что очень важный момент – это то, что вот эти все эффекты реализуются у женщин в постменопаузе. При пременопаузе эти эффекты не реализуются. А здесь вы видите, как кривые на левом, так сказать, графике расходятся. Это как раз у больных в пост. То есть, в принципе, на всю группу больных в этом исследовании Азуре, где речь идет о аубодивантной терапии гормональной, у них не было различий. Но когда посмотрели подгрупповую анализ, то в группе постменопаузы у них четко совершенно улучшение удлинения этого периода на фоне комбинации гормонотерапии с бисосфонатами. Ну вот, несколько лет назад давали нам данные по метаанализу большому ABC-TCG. Так сказать, вот этот известный метаанализ. Показано, что бисосфоната они все-таки имеют такое свойство предупреждать рецидивы болезни, и уровень доказательности оценен как один. Более 18 тысяч больных было в постменопаузе именно в этом исследовании. И показано, что пероральное, в частности, от применения кладроната, бандроната или зеледронат внутривенно снижает частоту рецидивов в костях на 34%. Смертность от рака молочной железы на 17%. Но у женщин в менопаузе. Для нас, как онкологов, это, конечно, очень важно, когда препарат, который используется для предупреждения или лечения каких-то побочных действий противоопухолевой терапии, может повлиять и на отдаленные результаты, благотворное действие оказывает, то есть он отказывает противоопухолевое действие. Но здесь подгрупповой анализ показывает, что чем старше женщина, тем большее влияние бесфосфонатов. В метаанализе всевозможно использовались, так сказать, бесфосфонаты, различные режимы, внутривенные и пероральные и так далее. И здесь в зависимости от, ну, к сожалению, такой график, то есть очень мелко, не видно. И действительно этот эффект, чем дольше женщина находится в постменопаузе, вот, допустим, женщины, которые имеют 5 лет и более уже менопаузы, начиная лечение, у них тем лучше результаты. Ну, вот здесь как раз показано было в этом метаанализе статистически значимое различие в пользу бесфосфонатов, как по отдаленным метастазам, значит, левый крайний график расходятся, кривые польза для той группы больных, которые получали бесфосфонаты. То есть речь идет о рецидивах заболевания времени без проявлений опухоли. Значит, вот польза по отдаленным, то есть лучшие результаты в группе, которые получали бесфосфонаты. Как со стороны метастаза в костях, это средний график, B, тоже здесь разница, эти данные все, вы видите, высоко достоверны. И смертность от рака молочной железы, тоже график C, значит, в группе, которые не получали бесфосфонаты 18%, в группе, которые получали, значит, период касательно смертности, значит, 14,7%, то есть разница 3,3%. И вот здесь можно сравнить данные по гормонотерапии, в частности, вот слева показано 2,2% разницы между ингибиторами ароматазы и томоксифеном в адюванте. То есть ингибиторы ароматазы, это было в начале нулевых годов, показано, они все-таки обладают большей эффективностью, чем томоксифен, но разница это 2,2%. Однако, если перевести в абсолютные цифры, сколько на самом деле женщин страдают раком молочной железы, у нас она на первом месте по заболеваемости, то вот эта разница выливается в большие совершенно когорты больных, у которых есть улучшения. А слева на графике показано, что 3,3%, вы видите, да, мы заканчиваем. Про Деносумаб я вот это не повторяю, но тем не менее, вот это исследование, которое 18-е, оно показало четкое совершенно влияние именно на переломы. В группе Деносумаба существенно ниже перелома, это четко доказано. Кроме того, значит, вот они смотрели все-таки выживаемость без признаков заболевания, здесь достоверности нет статистической, значит, но снижение риска прогрессирования все-таки есть, хотя и статистически недостоверно. И, значит, еще анализ чувствительности здесь тоже, но уже достоверная есть разница, 84,3% и меньше в группе. И показано, что по ДФС в группе с Деносумабом после трех наблюдений преимущество 1,2%, после пяти лет наблюдения 2,1% и после семи лет наблюдения 3,1%. Ну и замечено, что, например, чем больше опухоль, тем больше вот эта разница. Вы видите, опухоль более 2 см, 80,3% без Деносумаба и 69,8%. Эта разница, она, так сказать, вот как раз снижение риска прогрессирования на 34% тоже показывает в группе Деносумаба. И также лучшие результаты у больных с высокой экспрессией гормональных рецепторов. Это показано совершенно четко. Таким образом, в общем, Деносумаб все-таки показывает разницу по сравнению с плацебо у женщин в постменопаузе с гормонопозитивным раком молочной железы. Именно в постменопаузе, так же и как без фосфонаты. И вот сейчас идет дикое это исследование с Деносумабом в Адьюванте, но медиана до сих пор не достигнута, поэтому данных окончательных нет по выживаемости. Ждут, может быть, в 2018 году, может быть, в 2019, так сказать, проявится. У нас, кстати, в России это исследование тоже центроопределенное, у нас в онкоцентре мы участвуем вот в этом как раз исследовании. Ну и в заключение говорю, что панель экспертов, которая опять анализировала вот все эти данные и выпускает регулярно публикации на эту тему, но вот здесь очень мелко это взято из статьи. Они сделали вот такой вот алгоритм отбора пациентов на адьювантную терапию. Первый автор этой статьи Хаджи, известный человек, который занимается этими проблемами. Вот здесь этот алгоритм есть. Я хочу в заключение сказать, что на сегодняшний день установлено, что остомодифицирующие агенты, вот деносумаб и бисофонаты, хорошо переносятся и эффективны для поддержания костного здоровья. То есть профилактика, вот этот стибул, раньше мы называли, а вот сейчас четко, когда это ингибиторы ароматазы, AIBL, на фоне гормонотерапии раннего рака молочной железы. Проиводимые исследования и результаты метаанализа подчеркивают потенциальную возможность пероральных и внутривенных бисофонатов, а также возможно деносумаба предотвращать развитие костных метастазов и уменьшать смертность, связанную с раком молочной железы. При использовании их в адюванте на фоне гормонотерапии ингибиторами ароматаза раннего рака молочной железы. Но необходимы дальнейшие исследования. Вот все, что я хотела сказать. В дополнение к тому, что нам рассказала Светлана Владимировна. Спасибо большое. Дамы и господа, мы должны подвести в общем-то итоги, но с другой стороны мы не можем последних выступавших оставить совсем без вопросов. Поэтому, доктор Васильев, пожалуйста, короткие вопросы, если можно, еще короче ответить. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, всегда обсуждается только наличие, точнее влияние ДНОСУМА, в этом зеледроновый диспат и так далее и тому подобное. Никогда практически мы не слышим, что применяется одновременно витамин Д и кальция, и, наверное, повышенная доза витамина Д. Их что, влияние вообще не учитывается на сегодняшний день? Обязательно. И в рекомендации, они знают, что считают, что это учение проводится и все протоколы исследований, они обязательно находятся. Единственное, что я могу сказать, у нас дозы, сочинения по старым стандартам, они ниже, чем все дозы, которые нам все будет привыкать кальциями и витаминами Д. Обязательно. Польные должны получать параллельно кальциями и витаминами Д. Если дозы витамина Д, вот они стандартные, там 800-1200 или все-таки 1200-2000? Еще раз повторю, наверное, действительно, это не просто с первого раза. Значит, дозы, которые рекомендуются на фоне остомодифицирующих агентов, не менее 1000, витамина Д, 1000-2000, не менее. Но есть группы риска, просто в рамках нашего короткого доклада мы не можем это все осветить. Вот, то есть не менее 1000 витамина Д или от 1000 до 2000. Далее. Некоторым категориям пациентов нужны большие дозы витамина Д. Это пациенты с ожирением прежде всего. Потому что витамин Д – это жиростворимый витамин. И пациенты с ожирением чаще всего находятся в глубоком дефиците витамина Д. А если мы просто компенсируем витамин Д, мы не добьемся тех эффектов, которые мы ожидаем от остомодифицирующих агентов. Поэтому здесь подход индивидуальный, но общий подход, что те дозы, которые есть в наших рекомендациях, очень низкие. Поэтому как раз вопрос в том, что мы опять же объединимся и скорректируем. Большое всем на самом деле спасибо. Мне кажется, что это получилось интереснее. Я говорю, что Федор говорит, что вам надо «home trick message», значит, тут немного разных заданий на дом. У тебя не хотели играть домой, и есть, что изучать, и чем интересоваться удачницами. Спасибо.